Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами снова Повстанец и сегодня я хочу показать свой первый порет на палубном истребителе F4U1D Corsair. Это палубный истребитель вооружен шестью браунингами с феноменальным количеством пулек больше двух тысяч и хорошая характеристика, которая у него есть, впрочем, единственная это максимальная скорость 121 км в час на высоте 696 метров. Из минусов браунинги на стандартных лентах практически самолету не наносит никаких повреждений за счет того, что у него огромные закрылки, которые позволяют ему приземляться на авианосец. У него очень маленькая площадь элеронов, он не маневрирует. Площадь хвоста у него тоже достаточно маленькая, он тоже очень плохо за счет этого маневрирует. И, в принципе, единственный его плюс это огромный мощный мотор, который позволяет в стоке у земли достигать 500 км в час совершенно свободно, что позволяет удрать от любого потенциального охотника, который будет на вас охотиться. В отличие от F6F, этот самолет Corsair практически не имеет брони. При штурме надо быть очень аккуратным. Первое же попадание из зенитки выбивает маслобак тот или иной. Никаких шансов избежать этого повреждения нету. Поэтому после попадания в зенитки необходимо через несколько минут поворачивать на филд. Благо, мотор воздушного охлаждения очень долго перегревается, масло вытекает тоже очень долго. Вот вы видите элероны, которые больше похожи на армированные балки какого-нибудь небоскреба. Из вооружения, которое достойно упоминания, это универсальная лента и восемь хваров. Восемь хваров хватает на четыре легких дота или на один тяжелый дот и один легкий. Если не тратить их по пусту и за один заход упускать по паре 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 паре. В данном бою я продемонстрирую все возможности данного самолета. Это топовый бой, в котором мне удалось показать максимум из того, что может этот самолет в стоковом варианте. Значит, надо сказать, что летает этот самолет, как я уже говорил, очень быстро. Он очень прочный, если вам повезет и на вас нападет не Ягд 9К, то он может выдержать довольно приличное количество попаданий 12-мм пулеметов. И даже иногда попадание 20-м пушки периодически переживает даже лобовую силами. Но это все, что касается отпиливания крыльев. Кстати, крылья мне здесь кажутся слишком короткими. Такое впечатление, что я лежу сейчас на мешачке, а не на корсаре. Все, что касается попаданий в мотор, приводит к немедленному его сгоранию. Поэтому, как бы, опасайтесь лобовых. Потому что грамотный игрок будет стрелять этому самолету в мотор. Мотор загорается мгновенно, мотор не тушится. То есть, если вы загорелись, гарантированно труп. И самая неприятная особенность браулингов, это то, что вы можете стрелять в самолет, попадать, открывать у него или ромя, открывать у него, закрыть там все, упасть из шасси, критануть, стрелка убить. И при этом самолет вам все равно не засчитается. Такая вот особенность в данной версии игры. Версия 1.65, может быть, в 1.67 что-то не справится, но я сомневаюсь. В общем, и, значит, единственное, на что способен этот самолет, это очень-очень быстро убежать от яка и поштурмить. Ну, вот на штурмовку я предлагаю заходить с большой скоростью, чтобы при штурме не терять энергии. Я предлагаю пикировать с высоты километр полога. А не вот так, как я сейчас. Потому что то, как я сейчас пикировал, оно приведет к тому, к чему и приведет. Потому что машина нифига не маневрирует. И итог вполне закономерен. Итак, значит, пикируйте полога, расстреливайте наземку, уходите от Яков, от Лагов, от Ла-5ФН и прочей советской авиатехники. Ни в коем случае не вступайте с ней в бой. Летите к союзникам. Этот самолет быстрый, до союзников летите быстро. Или затягивайте яки, особенно на филд, потому что лопаются они с одного буквально . Это все. Спасибо за внимание. С вами был Повстанец. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Мне это приятно. Вам не сложно. Пишите комментарии. Все прочту, на все отвечу. Всем пока.